Это июньские кадры. Злоумышленника оперативники вели давно и знали, что молодой человек собирается расплатиться на кассе фальшивкой. Действовал не один. Его приятель в это время разменял пятитысячную в аптеке. Еще несколько таких же фантиков были обнаружены в карманах и автомобиле. Сейчас расследование уголовного дела уже завершено и фигуранты вскоре предстанут перед судом. Как установило и доказало следствие, двое мечей приобрели через интернет 25 поддельных купюр номиналом пять тысяч. Получили фальшивки почтой и сразу же пошли тратить. Для начала зашли в гипермаркет. Там один из сообщников купил в аптеке лекарства за 150 рублей. Затем зашел в торговый зал. Но на кассе злоумышленника уже ждали оперативные сотрудники. Сообщника задержали в машине на парковке. Всю пачку подделок изъяли, а товарищей поместили под стражу. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью первой статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно хранение, перевозка и сбыта поддельных денег. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусмотрены наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. В отдел полиции номер 10 обратилась жительница Центрального округа. Она рассказала, вечером в подъезде дома на улице 2-й дачной к ее 6-летней дочери приставал неизвестный. Сотрудники полиции и следственного комитета изъяли записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск подозреваемого. По версии следствия, около 9 часов вечера этот мужчина на фото напал на 6-летнюю девочку и притянул ее к себе. Ребенок вырвался и убежал. Подозреваемому на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180 сантиметров. Волосы длинные, вьющиеся до плеч. На лице щетина. Был одет в куртку, штаны и ботинки черного цвета. На голове темно-серая кепка. Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия. Следователи возбудили уголовное дело. Спросила, где находится роддом номер 2. Пожилая Мичка ответила на вопрос незнакомки, но та не унималась. Просила позолотить ручку. Да не просто так. За тысячу рублей пообещала исцелить бабушку буквально от всех болезней. Я вас хочу отблагодарить за то, что вы такая добрая, внимательная женщина. Она тогда мне давай объяснять и говорить, что у меня проблема с ногами. Я говорю, да я это знаю. И в общем вот таким путем я чувствую, что я от нее отвязаться не могу. Я уже стала по сторонам смотреть, одна она или нет. С купюрой в сумке целительница пошла дальше. Как потом установят сотрудники уголовного розыска, женщина подходила к пенсионеркам в районе остановки ДК Малунцево и предлагала вылечить от всех болезней, снять порчу прямо на улице. В результате она мне показала фокус с моей тысячей. И довольно-таки я сказала, все, я поняла давно, кто ты такая. Иди, говорю, с Богом, со своими этими... А что она конкретно сделала с деньгами? Она вроде открывает руку, ладошку разжимает и дунула, и вроде как деньги нету. Ну а деньга-то получается раньше этого, как она дунула, оказалась у нее в сумке. Но 70-летней Амичке не пришлось идти в полицию, оперативники уже давно вычислили мошенницу и наблюдали за происходящим со стороны. Как только деньги оказались в сумке, злоумышленницу сразу же задержали. Многоэтажка на пригородной. Звонок на пульт дежурного МЧС поступил в восьмом часу вечера. Шел дым из окна на седьмом этаже. Еще до приезда пожарных на улицу выбежали 100 человек. Для работы в непригодной для дыхания среде, поиска пострадавших и тушения было организовано шесть звеньев газодымозащитников. В 20 часов в 10 минут была объявлена локализация пожара и ликвидация открытого горения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На месте работали 9 пожарных расчетов и 37 человек личного состава МЧС. Полностью ликвидировать огонь удалось меньше, чем за час. Пострадавших, к счастью, нет. А владельцам квартиры, где находился очаг возгорания, предстоит сделать серьезный ремонт. Кадры с камеры наблюдения в магазине по улице 14 Северная. Мужчина в клетчатой рубашке долго выбирает алкоголь. Потом просит несколько баночек пива, складывает их одну за одной в пакет и вроде бы намеревается рассчитаться, но вместо этого направляется быстро к выходу. Продавец тут же сообщил о случившемся в полицию. Подозреваемого в грабеже помогла задержать служебная овчарка Айша. По следам собака привела оперативников на вторую совхозную улицу. Там полицейские. И задержали мужчину с пакетом пива. Уже на допросе в 10-м отделе полиции 21-летний грабитель признался. Добрался до Омска автостопом из Екатеринбурга. Деньги закончились, а выпить хотелось. Вот и решился на преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В центре внимания экипажей ДПС водители такси. автомобиля, безопасность документы. По итогу такая статистика. На каждые полчаса приходится как минимум один нарушитель. Если не пристегнулся ремнем безопасности, получи протокол и штраф в тысячу рублей. Один из перевозчиков вообще оказался без лицензии. Водители такси опытные уже водители. То есть грубых нарушений они не допускают. Проблемы с документами, свет, ремень. Кто-то из водителей винил во всем жару, кто-то суету и спешку. За несколько часов госавтоинспекторы выявили 27 нарушений правил дорожного движения. Жесть. Официальная группа ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова